Сотни тысяч людей погибают В общем-то по большому счету не это явилось принуждением Японии к мирному договору, а когда стало понятно, что наши советские войска готовы высадиться на японских островах, это было самое основное. Россия вступила в войну, Советский Союз вступил в войну. Но вопрос-то не в этом, вопрос современной истории. Некоторые считают, и это разгоняется по средствам массовой информации, почему так японцы хорошо относятся к Америке. Они не помнят, то есть молодое поколение не помнит, что это сделала Америка. Они почему-то считают, что это сделала Советский Союз. Здесь надо понимать, что в 1900 году перед началом Первой мировой войны в Японии было всеобщее семилетнее образование. Вы только вдумайтесь в эту цифру. Всеобщее семилетнее образование. Почему началась русско-японская война? Да потому что наши не понимали, как с ними воевать. Они думали, что какие-то япошки бегают там, плохо что понимают. На самом деле это была уже цивилизованная нация. И поэтому сейчас наступать на те же грабли не стоит. У них хорошее образование. Они знают, что это сделали американцы. И в учебниках это написано у них. Но тем не менее взаимоотношения хорошие. Почему? Ну давайте так. После 1945 года, когда Япония подписала все необходимые соглашения, ну капитуляция произошла. Кстати говоря, с Советским Союзом мирный договор не был подписан. Но тем не менее капитуляция произошла. Нам американцы подтвердили о том, что на Сахалин и Курильские острова они претензии предъявлять не будут, они наши. Все, забирайте, и на этом вопрос закрыт. Но японцы с этим не согласны. Первый президент Америки, который попадает на Японские острова, это 1974 год. Джеральд Форд. Он был первый. А дальше как прорвало. Все считали своей необходимостью посещать именно Японию. На японской территории военная база американская. Это не самое важное. Самое важное другое. Когда случилась ядерная атака на Японские острова, следом приехало огромное количество американских специалистов. Они изучали, что произошло после ядерного взрыва. Как можно от него защищаться. Где наиболее серьезные точки поражения. Что нужно делать, чтобы остановить волну ядерную. Кстати говоря, отсюда у нас появляются, между прочим, хрущевые. Хрущевские вот эти дома. Хрущевые. Их так называют в Москве, по крайней мере. По одной простой причине. Потому что оказывается, когда рассчитали ученые, что самое удобное место для спасения от ядерного удара это пятиэтажки. Если их правильно расположить, то там очень будет удобно спасаться от ядерного взрыва. Отсюда такое количество хрущевок появляется в Советском Союзе. Итак, американцы приезжают на Японские острова для того, чтобы понять, что произошло. И самое важное, они не просто так приехали туда. Они приехали с огромным количеством сладостей. И каждый ребенок, который появлялся на пути американского солдата, им вручался. Ему вручалась конфетка, шоколадка или что-то подобное. Японцы, старики, помнят это время. И говорят, что это производило сильнейшее впечатление. Вот он, дьявол, во плоти, американец, который сбросил на нас бомбу. И вот он, оказывается, не дьявол, во плоти. А он очень милый американский солдат. Он раздает печенюшки. Они любят это делать. Он раздает конфеты. Это производило на детей сильное впечатление. В голове это оставалось. Теперь важный момент. Поднятие уровня жизни населения. А он поднялся, этот уровень. Появление демократии. Демократия появилась. Страна была до войны тоталитарная страна. Это совершенно очевидно. А сейчас уже можно говорить о чем угодно. Мало того, появление публичных домов. В Японии не было публичных домов. Да, были гейши. Но гейши – это не предполагает сексуальный контакт. Гейша предполагает усладу души и сердца. Но не к сексуальный контакт. Она могла с тобой провести вечер, два, три, как угодно, долго. Но не в этом дело. Она не вступала в интимную близость. Здесь же появились японские проститутки. Причем так, ценз возрастной от 10 лет. То есть 10-летняя японская девочка уже могла запросто заниматься проституцией. Причем это было абсолютно официально. Проституцию прикрыли американцы. Почему? Потому что вспышка венерических заболеваний у солдат. Материальное благосостояние, уровень поднялся. Жизнь увеличилась. Количество жизни увеличилось. Свобода прессы – да. А дальше им показывают на Советский Союз. Вот мы приехали, смотрите, что мы сделали. Да, ударили бомбой, но вы же первые напали. Они, кстати, это тоже помнят, что они первые напали на Перл Хаббер. Вот мы сделали что-то не так, американцы нам ответили, а дальше? Дальше у нас появляется много всего хорошего. Вот это вот экономическое чудо японское. Откуда оно взялось? Деньги и промышленность американская. Технология американская. Потому что Япония была не такой технологической страной. Да, у них много чего было, но не настолько. И сейчас, если сравнивать то, что было и то, что стало, японцы не хотят этого терять. Они готовы забыть им и Хиросиму, и Нагасаки, чтобы не потерять те материальные блага, которые они приобрели с появлением американцев. На что еще стоит обратить внимание? Японцы также понимают, они уверены, что Америка планирует в Азии вооруженный конфликт. И понятное дело, что этот конфликт они хотят вести, американцы хотят вести руками японцев. Японцы это понимают. Да, есть там националистические течения, которые говорят, что нужно припомнить американцам это все. Но они не играют серьезную роль в современном японском обществе. А что же может предложить Россия сейчас? На сегодняшний момент ровно ничего. У нас проблема с островами остается. Мирный договор, подчеркиваю, мы не подписали. Мы запретили им вылавливать в территориальных наших водах рыбу. Для них это серьезный удар. Ну а дальше, дальше я не знаю, что будет происходить. Если будет война с Китаем, конечно, Япония сыграет серьезную роль в этой войне. Так что говорить о том, что японцы не знают, кто их бомбил, бессмысленно. Японцы знают. Они соглашаются с этим. Они это принимают. Будет ли у Японии своя армия? У них сейчас нет армии. У них силы самообороны. Я думаю, что будет армия у Японии. И это очень неприятный момент для нас и для Китая, конечно же. Но для нас в первую очередь. Потому что при наличии армии Япония может совершить агрессию и забрать себе Курильские острова. Технически это возможно. Другой вопрос, что будет дальше. Другой вопрос. Вспыхнет конфликт. Это понятно. Между Россией современной и современной Японией. Но то, что нужно понимать, что они наращивают свою военную мощь, свой военный потенциал, это совершенно очевидно. Поэтому, безусловно, я считаю так, что России стоит подумать и об этом. Я думаю, что стоит готовиться и к такому варианту развития событий. У японцев армия будет, я в этом абсолютно уверен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok